Очень странная группа Процессы Саня опять хомячит Опять хомячит Друзья Итак, мы сейчас находимся в городе Курчатов В гостях у Евгения Ев... Николай Я хотел показать Евгения Он убежал Собственно, мы приехали сюда Для того, чтобы открыть 100 дневку Первое марта План будет интересный, все запишем на видео И выложим вам на обозрение Когда-нибудь Вот и Евгений вернулся Евгений у нас курирует 100 дневку В Курчатове Да, это какая твоя по счету будет 100 дневка? Пятая Так вот, Сань, мог бы ты тоже разок пройти Ну топчик Брусья, турничок Штанга Между прочим, с ракет Можешь пожать с ракет? И я могу Ребят, мы с поезда Если что Мы с поезда И поездка была немножко тяжелой Потому что было тяжело что-то спать Ну вот топит как царь просто, да? Сразу Здесь стойку можно топить Сейчас я попробую одну ногу выпрямить У меня так все дома Я бы тоже тренил бы Каждый день просто Просыпаешься, просыпаешься И сразу на турник Сразу атакуешь брусья, атакуешь турник Разминочка Может потом еще штангу пожать Но у меня такого нет, поэтому я тренируюсь раз в неделю В лучшем случае Может два раза в неделю Ну так Я хочу протектовать свои Подождите, подождите, дай шляпочку Как вам видно? Блин, нихрена не видно, ребят Там просто, просто какой-то ад творится на улице Это, это, весна Новые блоки станции замещения Пускай АЭС-2 Блин, это круто, это мощно Если бы тебе кто-нибудь сказал, что воркаут тебя сюда придет Ты бы поверил, ты бы не поверил Удивительные истории, друзья Происходят с тем, кто увлекается воркаутом И может стать вы Так что... Погнали, 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 Саня Итак, 1 марта продолжается Как, как вам затишье? Сейчас красиво, можно ли? Это информационный центр Да что? Зачем, по-твоему, существуют информационные центры? А что на собственности это бывает? В Великобритании Одинаковое количество электроэнергии будет выработано Но тут есть масса всяких ног Смотрите, у нас работает завод, который как раз что-то из этого изжигает Какие же там процессы происходят? Выработка тепла, то есть, допустим, кипение воды и отделение от него пара Когда происходит перезагрузка, в самом зале не находятся люди Не находятся в специальном помещении И там через стекло контролируют все это Одна и вторая очередь, я уже не буду включать Вот он такой длинный, длинный идет через все, да? Почему во Франции так много атомных станций? У них атомная энергетика является одной из ведущих Это все зеленые, это все зеленые Они в Германии тоже такие Хватит топить уголь, давайте атомные станции А потом, когда на Фукусиме была авария, они такие Хватит атомных станций, давайте топить углю Давайте топить углю Да, да Интереснее, кто строит атомные станции в Японии? Что хорошо во всех этих штуках с атомами, они интересны Нет Прям, мы бы вам курчатовски показали, но это закрытая вообще вещь, поэтому я нельзя показывать Извините, ребят МФТИ могли бы показать, но там не так интересно А вот здесь мы вам показали, да? Мы же показали, мы реактор показали Вы теперь знаете, как выглядит реактор Вы теперь знаете, что можно не только становиться фотографами и блогерами Но и атомщики Мы реальным делом Реальным делом, да Так что, ребята, если вы сейчас заканчиваете школу Выбираете, куда пойти МФТИ МИФИ МГТУ Добавишь что-нибудь? Я не знаю Вот этот микрофон включен, да Санек вообще четко затащил Прям вот всю прямую линию Прям огонь Огонь По-царски 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 Просто умеешь, могешь Прям на теле к тебе надо Да, щас, щас забудь Мы опять пути, опять Через сугробы Через сугробы, но К уверенной поставленной цели Да Очень странная группа Бежиток Где кинотеатр? Спасибо Куда идём? Ох, все, набегу, все, набегу. Я еще так в кинотеатре никогда не видел. Но мне нравится этот фраз. Сегодня в нашем кинозале большой праздник. В рамках социально-спортивного баскетбольного проекта для городов-спутников АЭС планета баскетбола «Оранжевый атом», руководителем которого является генеральный директор Центра спортивной подготовки концерта «Росэнергоатом» Сергей Фомин, состоится встреча с актерами кинофильма «Движение вверх». И та, и та профессия требует максимального погружения. Ну, то есть спортсмен переживает... Знаете, я вообще сейчас такое есть у меня сравнение, и оно у меня в голове давно появилось. И актеры-спортсмен переживают жизнь определенную. Мы вернулись снова в квартиру, чтобы подкрепиться. Второй прием пищи, да, как у всего, как у фитнес-видеоблогеров. Второй прием пищи, ребят. И дальше пойдем на площадку. Я не подумал, что мы будем тренироваться на улице, поэтому... Слабак! Не пригодился, чтобы было очень ошибочно с моей стороны. Поэтому сегодня мы чисто по схеме работаем. Один, два, 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 четыре круга, 30 секунд отдыха и домой. Рубим, все, в тепло. Первый день не надо давать себе слишком большую нагрузку. Начинайте постепенно. Подождать придется все равно, пока все остальные сделают. По-честному, что все остальные будут делать. Так не представляю, какие честные люди работают. Так они быстро сделают. Саня всех быстро замотивирует. Быстро в тебя делаем. Так вот, слабо вот так вот пройти. Блин. Что ты хочешь? На какие те? На гнутые? Вообще, самое крутое, что они очень длинные. Да, и отжиматься на них в некоторую сторону брусьев очень круто. Перспектива. Почему-то кенгуру говорят, что нельзя такие длинные делать, мол, они у них прогибаются. Ты видишь, что что-то прогибалось? Ну, они чуть-чуть вот тут вот. Но знаете, это... Знаете, это того стоит. Это огонь просто. Вот смотрите. Смотрите, как это выглядит, когда вы топите брусья. Огонь. Вы просто отжимаетесь и чувствуете энергию площадки. Дверь, дверь подвигай. Вот так вот. Ну, кстати, да, вот так тоже как будто отжимания. Почувствовали энергию площадки, это очень круто. Старые советские площадки, это очень мощно. Сейчас такие не делают, это очень плохо. Пойдем к народу, уже кто-то собирается, но я думаю, еще будет больше людей. Ого! 37? 37! Немало. Мало? Немало. Не, нормально. Вообще. Человек, который недавно скучает, уже молодежи 500. В 500 городах, да? Да, мы не одни сегодня вышли на улицу, еще 557 городов. 557. Все, только что затащили огненную треньку, да, Саня? Огненную треньку, ты не все. Я лежу на ковре. Саня показывает упражнение топовое. Просто приподнял поясницу сюда и приподнял ноги. Так. Вот я дошел до того, что где-то на протяжении полчаса или часа вот так, то есть. А короче, я вам не видно. То есть там так делаешь, когда уже скучно. Ага. То есть вообще как насрать. Потом там взял, там перевернулся. Допустим, хочешь там поясницу качать, там взял, там сделал. Типа лодочку. Ага, да-да-да. Там так будет. Да-да-да. Там по-обычной, где ходить. Так он будет. Ну я вот так, типа, где-то две, наверное, месяц по три пресс. И вообще в качал все нормально. Покажи, покажи, покажи пресс. Нет, это мощнее пресс. Покажи, что там у тебя. Субеньки, покажи. Покажи, что там у тебя. Я это сошел. Ну так, так. Отлично. Ну при том, что сейчас вот не тренет пресс. Ну нормалек, да, можно, можно. Это он без программы. Это нужно. 30 дней пресса. То есть вот это вот нормально. Думаю, твою мать, ну чтобы я обошел эту школу, потратил бы две минуты. Блин, шишка сбухла, сейчас приехал холодным. Охлаждал. Вот, вот что значит спешка. Распишите не надо. Блин, ну со снегом, конечно, да, вытаптывали сегодня. Блин, нужно было взять сегодняш одну лопату по-хорошему. А я еще думаю, блин, ну там площадка, там же вроде бы открытое поле. Да не может же быть, что там будет засыпано. Там ветер дует, блядь, по углам разносят. Ну так везде обычно. По углам разносят, 100% турники будут там, их много, будет свободно. А это у тебя отжимания в плане разминки, что ли, какие-то? Да. А что за особенность у них? Просто прогресс, нормально. Нет, и... Какой михач. Ох ты. Ты блюнулся, если я тут будешь делать... Чистый себя дебил. Видеоблогером ты хотел сказать. Да, я не сказал, я не ошибся. Это менее аминный синоним, если вы называете видеоблогерами. Без стены, если будешь пробовать, то ты научишься стойку. Если ты будешь пробовать только у стены, ты не научишься стойку. Если ты будешь комбинировать, ты научишься стойку. Но у стены там очень большие тонкости. Сейчас... Ты когда вообще сиянул это? Да, да. Окей. Значит, у тебя пока сейчас страх есть. Сколько примерно отжимаешься там? Ну, раз 30-40. А пола? 40-50. Это зависит от того, как вы и по настроению, да? Ну, понятно. А потягиваешь? Сейчас 9. 9. Максимум? Максимум 13. Рановато. Да, рановато. Ну, значит, попали. А брусья? Брусья за один подход 15 раз пробуешь. Ну, мы надо попробовать с лягушки начать. Заодно и посмотрим. Лягушка – это такая вот штука. Застоишь. Ставишь как бы локти, упираешь в трицепс. Ну, я сейчас покажу, а потом, если что-то умкостей сделаю. Ну, где-то чуть шире плеч, над шире плеч ставишь руки. Пальцы максимально, то есть, растопыриваешь. И фишка у тебя вот здесь должна быть промежность. То есть, ты стоишь только вот тут. Вот эта часть... Е�м Jet Nano на ладонях. Вот эта вот часть... На подушечках. Да, на подушечках на этой части ладони. То есть, вот. То есть, вот эта часть у тебя не включается. То есть, когда ты стоишь на геу, у тебя тоже здесь нет позкрасотки, здесь у тебя ямка. То есть, ты стоишь только вот здесь. В ладошке то же самое. Пальцы растопыриваешь, чтобы была площадь больше. То есть, чем больше площадь, тем стойче. Вот. Упираешь, как бы, колени в локти, то начало, это очень неприятно. ощущение на излом ощущение будет и терять колени вдавлю в локоть мы здесь вот как бы встаешь и балансируешь ты такая легкая штука то есть чем она полезна и она хотя бы секунд 30 делать а полезна тем что понимаешь как балансирует свое тело то есть ты понимаешь если клонит вперед ты начинаешь как бы кистями вдавливать вот так то есть именно подушечками пальцев то есть прям на заднюю часть ладони очень видно что дует и как бы колено то есть локти тут назад то есть в сторону вот так а именно то есть назад и как бы колено прямо упирается в саму вот так как бы вес не спеши просто не торопливо переводи вес видишь себя кисти развернулись как должно быть по прямой смотри вот сейчас они у тебя чуть сюда вкручены выпрямь а ты когда переходишь сюда ты их разворачиваешь вот так то есть держи их вот так то есть так будет баланс куда больше ты не торопливо переводи вес лишь подвижно задать чуть больше вперед то есть первое то есть ну вообще не смотри то есть там купюры как но здесь это тянет назад ты знаешь должен чуть дать вперед то есть вперед идет из того что у тебя рука то чуть-чуть вот личность я как без привел если я не доведу ты меня придет надо если я переведу меня начнет кидать вперед если боишься упасть и потому что подушки там положить вперед у тебя получается знаешь как ты как бы локти оставляешь на месте вот то есть ты локти оставляешь на месте когда переводишь вперед ты как бы локти назад ты сделаешь вот так вот понимаешь а ты должен локти то есть твое предвлечье да то есть да он будет угол остается один тоже мигулярно прям четко да то есть почти примерно 90 градусов то есть здесь сколько такая на координацию чисто на координацию здесь силы даже почему то есть там раз тридцать сможешь отжаться от пол то есть и силы более чем достаточно больше больше то есть вот координацию нет с сжиманием тебе нормально именно попробуй просто побольше вот кстати на руках можно будет ну к началу обучение вот есть 30 минут 30 но они 300 буду я наверное 120 потому что дышать нечем особо это тяжело я хочу потом откачивать до ночи 4 подхода остался думал как его колбасить мы не спали не так короче сделали мы отжимания 150 повторений теперь турник это все еще разминка теперь 5 подходов на турничке по 10 повторений вот так вот поставим спокойненько ладно сердечко 11 часов за часа сердечко не углубит спокойненько беремся и десяточку и и и и идем наконец начинаем трение переднего виса ладно попробуем целый день мы в курчат или заряжаемся заряжаемся и вот они брусья надо попробовать смогу ли я подержать вис утром не мог но утром я не мол да нет я поставлю ты просто можешь постоять оценить оценить плохое время отлично нужно закрыто открывать отлично есть ничего не будет ну почти на максимум ну че я так не держу это сразу брою я поэтому я могу с одной сейчас ногой держать на тренере на сегодня у вас может сложиться впечатление что мы только едим и тренинг как она есть да сами еще мы слушаем прекрасную музыку все отдыхаем в гостях спасибо Жене за за гостеприимство здесь вообще топчик-топчик а скоро на поезд так что поедем обратно в ночь пора пора возвращаться надеюсь вам понравилось это видео ставьте лайки пишите комментарии добавляйте в друзья если вы уже подписаны на наш канал то не забудьте нажать на колокольчик чтобы получать уведомления о новых выпусках мы постараемся выпускать их чаще это была команда Патриотс пока уже сделал так видел да и вот так вот завтра это в 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 Продолжение следует...